Немножко бывает фонирование, что-то уроки, что-то такое. Начинает давить шею. Не только общение, а смотр. Семьи участников спецоперации смогли сдать анализы, пройти обследование на флюорографии и маммографии. Только в Валейское ЦРБ на прием к специалистам записались 40 взрослых и 26 детей. Клич, к слову, бросили в группе женсовета войсковой части 416-59. Пришла на прием и его председатель, супруг Натальи, военнослужащий, тоже сейчас находится на СВО. Мы являемся многодетной семьей, у меня трое ребятишек, и двоих из них, двух мальчиков, я сегодня тоже на обследование. Полное пройдем с мальчишками. Просто раз появилась такая возможность, почему бы ей не воспользоваться, не привезти. И сама тоже сейчас заговорю и пойду тоже к психологу. Кстати, желание посетить психолога выразили многие члены семьи участников СВО. Хотя, говорят, уже научились жить с тем, что близкие далеко и в опасности. Но не только психологи оказались востребованы. Узкие специалисты в основном это кардиологи, неврологи, урологи, мамологи, ну и многие другие. В первую очередь задача, конечно же, это посетить населенные пункты, в которых дислоцируются подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, которые в том числе находятся сегодня на исполнении основных задач специальной военной операции. Конечно же, поддержать семьи, проверить состояние их здоровья. По итогам осмотра членам семьи назначено лечение. При необходимости его можно продолжить и в краевой столице. Рассматривается возможность продолжить акцию «Медицинские десанты» в других муниципалитетах края. Татьяна Голубева, День с толком.